Мы мирно сидели в своих домах. Многие уже спали. Внезапно услышали звук взрыва. Мы вышли посмотреть и увидели эту машину. Удар был нанесен внезапно. За что нам это? Мы же спокойно сидим в своих домах. Дай бог ничего страшного не произойдет. Если евреи войдут в рафах с таким большим населением, они устроят тут массовые убийства. Нужно найти решение для рафаха, чтобы предотвратить крупную резню. Мы раньше жили в районе Алямали, рядом с Красным полумесяцем. И они попросили нас покинуть наши дома и направиться в рафах, поскольку это безопасный район. Мы эвакуировались в рафах и остановились в доме моей сестры. И всё было относительно спокойно. У моей сестры четверо детей, а у другой сестры двое новорожденных. Невинных людей убили. Как вы можете трогать детей? Одному было год, другому два месяца, а один до сих пор числится пропавшим без вести. Также пропала девочка. Моя тетя скончалась. Не могу выразить свою скорбь. Мы уже не знаем, куда идти. Нет безопасного места, даже в рафахе. Хотя сам Израиль убеждал нас отправиться туда. Вот мы и перебрались. А куда нам теперь идти? Наша надежда только на Бога. Мы переезжаем с одного места на другое. Израиль просил нас ехать в рафах. Так называемый безопасный район. Но теперь они взялись из-за него.